Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Иисус научил мою гостю молиться. Теперь она ожидает, что Бог ответит на каждую молитву. И она говорит, что это ваше лучшее время, и вы призваны быть носителем славы Божьей в эти последние времена. Далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Я только что узнал, что моя гостья Трейси Аккерт имеет особое помазание на исцеление заболевших коронавирусом. Чуть позже я попрошу ее помолиться за них и за все остальное, что покажет ей Бог. Также она помолится, чтобы вы ясно слышали голос Бога. Я знаю, что вы хотите этого. Итак, в 1995 году в Мексике Трейси сбежала от своего жестокого мужа. Она переехала в США с двумя своими дочерьми. Там она вновь вышла замуж, после чего в ее семье было уже шесть подростков. И самое главное, будучи неверующей, никогда не читая Библию, она начала слышать слышимый голос Бога, что говорил вам Бог. Однажды я собиралась на работу, как вы уже сказали, я никогда не читала Библию. Я даже не знала, в каком месте дома она находится. Кто-то подарил мне Библию за 10 лет до этого, но я не знала, где она лежит. Я не искала Бога, не искала Господа, и однажды просто собиралась на работу. И вдруг я явно услышала голос, он произнес «Восстанови мой храм». Я ничего не поняла и переспросила себя, что, я же не еврейка. Я не поверила тому, что услышала, но знала, что это был Бог. Я знала, что это мой отец. Это было похоже на то, словно некая стрела пронзила атмосферу, и небеса открылись. Я просидела там два часа, хотя должна была принять участие в конференции. Я не могла поверить в то, что услышала. Просыпаясь каждое утро, я слышала «Восстанови мой храм». «Восстанови мой храм». «Восстанови мой храм». Опять же, я никогда не читала Библию, не знала Господа, и не имела ни малейшего понятия, что это значит. Однако вы знали, что это Бог. На самом деле, это еще не все. Трейси, вы внезапно начали видеть невидимый мир. Да, это было что-то невероятное. Я вела обычный мирской образ жизни. У меня и у моего мужа Джона была прекрасная карьера, у нас шестеро детей. Наша жизнь была очень насыщенной. И вот произошло то, чего я никак не ожидала. Я ничего не понимала. Через семь дней после того, как я услышала голос Бога, я с открытыми глазами увидела видение. Опять же, никто никогда не рассказывал мне о Боге. Я не была христианкой, как вы помните. Мы ходили в церковь только на Рождество. И я очень редко брала в церковь своих детей. Когда у вас шесть подростков, вам очень нужна помощь. Я изо всех сил старалась справиться с их поведением. Так вот, Дух Святой сошел на меня на седьмой день. Когда я легла в кровать и уже почти засыпала, что-то сошло на меня. Сегодня я знаю, что это был Дух Святой. В тот момент я не могла пошевелиться. Меня словно физически заморозили. Внезапно вся привычная обстановка спальни словно растворилась. И перед моими глазами появилась другая картина. Я поняла, что я в Нью-Йорке. Это было в 1995 году. На этой сцене я увидела, как в небе над Нью-Йорком идет сражение между ангелами и демонами. Затем я увидела самолеты, взрывы. Затем ко мне подошел мужчина. Он был ближе, чем вы сейчас. Он стоял прямо здесь. И я увидела, как кожа на его лице тает и стекает с лица. Я даже увидела его глазные впадины. Он был очень грустным. Он знал, что умирает. Кожа на всем его теле была покрыта... Я даже не знаю, как это описать. Это было похоже на какой-то налет, сажу или даже химическое вещество. Он посмотрел влево. Я посмотрела в ту же сторону, что и он. И увидела большую груду мертвых тел, полностью покрытых такой же сажей. Затем видение оборвалось. Я вновь смогла двигаться. И я сразу подумала, то, что я только что увидела, реальное событие. И оно произойдет. В Нью-Йорке произойдет атака. Я записала в своем дневнике. 11 сентября что-то произойдет. В этот день что-то случится. Опять же, я не знала, что это, и никогда такого не переживала, но это было реально. То есть вы увидели пророческое видение? Сначала вы услышали голос Бога, затем увидели видение пророчества? Да. А как же вы спаслись? Это было очень необычно. Я рассказала мужу о своем видении, и он сказал, «Вот это да. Что ж, я знаю человека, который может что-то об этом знать». У него была знакомая женщина, которая тоже видела видение и молилась на языках. Так что Джон пригласил ее к нам. Она рассказала мне, что мои переживания имеют сверхъестественное происхождение. И то, что я увидела, было видением. Она спросила, произносила ли я какую-нибудь молитву покаяния, хоть когда-либо. Затем она повела меня в этой молитве. Я получила спасение, пригласила Иисуса стать моим Господом и войти в мою жизнь. Затем она спросила, хочу ли я принять крещение Духом Святым. Я не знала, что это такое, но сказала, да, я хочу принять все, что Бог мне дает. Она помолилась за меня. Примерно через месяц я попала на конференцию Чака Пирса. И во время поклонения получила молитвенный язык. Чак сказал, начинайте молиться на своем молитвенном языке. У меня его не было, но я точно получила крещение огнем. Я стала говорить, ба-ба-ба-ба-ба. И тогда Господь услышал этот слог. Затем из моего рта вышел поток воздуха, и тогда зазвучал новый язык. Дети сказали мне, что я всего за один вечер превратилась в пылающее пламя. А как же эта фраза «восстанови мой храм»? У вас были еще какие-то сны, откровения об этом? Расскажите и о них тоже. Бог говорил «восстанови мой храм», но я не понимала, что это значит. Затем в течение нескольких последующих месяцев он начал давать мне свои наставления. Шаг за шагом, строчка за строчкой. Я увидела еще одно видение и спросила Бога, почему нас атакуют в Нью-Йорке 11 сентября. Бог сказал мне о Вавилоне. В тот момент я еще не знала, что такое Вавилон. Затем Бог дал мне пророческий сон. В этом сне я была беременна. Мой муж пошел вместе со мной на плановый осмотр у врача, и там Джон спросил у Господа, а кто отец? Интересный вопрос, не так ли? В этом сне я отчетливо услышала. Отец ребенка – Зарававель. Отец ребенка – Зарававель. Вы понимаете, это было пророчески? Вы знали, кто такой Зарававель? Нет. На следующее утро я проснулась и подумала, надеюсь, это не какой-то демон. Надеюсь, этот ребенок не от демона. Но Бог так благ. Следующий день был первым днем 30-дневной молитвы с Чаком Пирсом. В тот день я молилась по стиху, где Господь сказал Зарававелю, «Восстанови мой храм». И тогда я, наконец, поняла, вот о каком ребенке был мой сон. Бог повелел восстановить храм. Восстановлением храма занимался Зарававель, когда народ вернулся из Вавилона, точнее, из вавилонского плена. Все стало складываться воедино, но, опять же, в то время я не была до конца уверена в значении этих слов. Я сомневалась. Что же все это значило? «Восстанови мой храм», «Беременность ребенка», «Мчетец» Зарававель. Что все это значило? Что имел в виду Бог, когда показывал это? Я провела много времени, а точнее 19 лет, изучая книгу Ездры о Гео и Захарии. Я с головой погрузилась в историю постройки второго храма. Зарававель был таким захватывающим персонажем, однако немногие христиане знают, кто он такой. Мы знаем о Моисее, который был лидером первого исхода, знаем о Давиде и его сыне Соломоне, построившем первый храм. Однако никто не знает, кто такой Зарававель. По сути, он был лидером второго исхода и построил второй храм. Это очень интересный персонаж. Он тоже значится в родословной Иуды и в родословной царей. Зарававель трудился вместе с человеком по имени Иисус, который был священником. Вместе они руководили восстановлением храма. Господь показал мне, что этот храм был символом восстановления скинии Давида. Об этом говорится в книге Амулса 9.11. Именно эта дата стала днем, когда в мире произошли перемены. В этот день что-то изменилось. 9.11. Также в послании к евреям 9.11 сказано, что мы – нерукотворенный храм Господа. Получается, что мы – храмы из плоти, мы – восстановленные скинии Давидовы. Что сделал Иисус, придя на землю? Он заложил основания для храма. Что происходит сейчас? Сейчас в теле Христовом происходят перемены, необходимые для восстановления храма. Бог говорит, «Я несу свой замковый камень, чтобы завершить работу, проделанную на этом основании храма». В 4 главе книги Захарии тоже говорится о восстановленном храме. Там сказано, что этот храм, как и замковый камень, появится благодаря не воинству и не силе. Это не будет результат чьих-то человеческих усилий. Храм появится благодаря силе Духа Святого. Затем Бог говорит, «Я дам тебе двойную порцию благодати для этой работы». Также он сказал, что руки Зарававеля заложили фундамент для этого храма. Это произошло, когда пришел Иисус. Он заложил основание, и его же руки закончат это дело. Как было во время раннего дождя, так будет и во время позднего дождя. И даже лучше, потому что мы будем действовать вместе с небесами и с помазанием двойной благодати в этом поколении последнего замкового камня. Мы знаем, что там, где есть восстановленный храм, там должно быть и священство, которое наполняет этот храм. Бог на этом не остановился. Он сказал, что мы должны жить как цари и священники. Что это значит? Это новый вид священства. В Ветхом Завете показана одна модель священства. Но мы живем по Новому Завету, поэтому у нас совсем другое священство. Это священство по чину Мельхиседека. Таким священником является Иисус. Об этом можно прочесть в послании к евреям. Это мое любимое послание в Библии, потому что оно учит нас быть священниками. Если изучить это послание, вы увидите, что священство Мельхиседека было священством царя и священника. Именно таким было и священство в храме Заровавеля, поскольку рядом с оливковым деревом было две ветви. Это были две ветви управления, два сына помазания, два помазанника, которые обладали властью. К примеру, в Америке есть три ветви власти, но в правительстве Бога есть только две ветви власти. Это власть священника, которого представляет Иисус, восстанавливающий храм, и власть царя Заровавеля, который также восстановил храм. Две эти ветви власти непрестанно изливают елей на семь церквей, чтобы мы могли ходить во власти и силе и приносить небеса на эту землю. Вы понимаете, это особенное пророческое значение. Когда мы вернемся, Трейси помолится, чтобы вы ясно слышали голос Бога. Отчетливо. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Сегодня с нами Трейси Эккерт. Трейси, все хотят ясно слышать Бога. Как сделать это возможным? Что вы делаете для этого? Поделитесь секретом. Сид, многие задают мне этот же вопрос. Они говорят, не думаю, что могу услышать голос Бога. Особенно те, кто занят в торговле. Они всегда такие занятые. Но суть в том, что каждый может услышать голос Бога. И Бог хочет говорить ко всем нам. Его желание быть рядом с нами. Первое, что я прошу людей сделать, это верить, что Бог говорит с вами. Верить, что Бог хочет говорить с вами. Это очень важно. Вы должны его слышать. Тот, кто в это не верит, верит лужи. Сейчас мы обнародовали эту ложь, потому что Иисус сам сказал, «Овцы мои слышат голос мой». И точка. Точно. Поэтому вам нужно покаяться. Если вы так думали, вам нужно покаяться. То есть вам нужно изменить свое мнение и убеждение, поскольку они были неверными, и поверить Господу. Затем вам нужно принять крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым позволяет нам пророчествовать. Мы видим это в 19 главе Книги Деяний. Я не буду вдаваться в подробности, но там ясно показано, что есть два крещения. Крещение Иоанна и крещение огнем. Вам нужно принять крещение огнем, чтобы слышать Бога. Кто-то может возложить на вас руки и помолиться во имя Иисуса, чтобы вы были крещены Духом Святым. Следующее, что нужно сделать, отстраниться от суеты. Вам нужно отменить лишние дела и назначить встречу с Богом. Прежде всего, спросите Бога, как ты хочешь со мной встретиться. Бог все устроит, поскольку Он знает вашу жизнь. Вам нужно спросить Его, как будет выглядеть наша встреча. Он скажет, когда можно с Ним встретиться. И вы должны непременно с Ним встретиться, раз у вас назначена эта встреча. И знаете что? Бог уже там. Он ждет этой встречи, потому что знает, что вы на нее придете. Он ждет вашего прихода. Это похоже на тренировку под руководством личного тренера. Господь, как ваш личный тренер, который хочет натренировать восприятие ваших глаз и ушей. И следующее, вам нужно очистить душу. Что значит очистить душу? У меня очень бурная жизнь души. Мой разум никогда не утихает. Я очень занятой человек. У меня семеро детей, тринадцать внуков. У моего мужа три бизнеса, плюс у меня есть церковь. Так что я очень занята. Когда я прихожу к Господу, моя жизнь продолжает быть активной. А сегодня и подавно. Сейчас сложно привлечь внимание людей больше, чем на минуту. Когда вы садитесь в тишине, это очень непривычно. И нам нужно научиться это делать. Я держу рядом с собой блокнот, и когда я сажусь перед Господом, мой разум вдруг начинает вспоминать обо всем, что я еще не сделала, или о том, что нужно сделать. Поэтому я просто записываю все, что нужно сделать и кому нужно написать, а затем отключаюсь от дел. Давид велел своей душе поклоняться Господу. Поэтому я делаю следующее. Я призываю свою душу подчиниться духу. Моя душа успокаивается, затихает, и тогда духовный человек во мне поднимается, чтобы соединиться с Духом Святым. Для того, чтобы проделать все это, мне требуется около 15 минут. Кому-то потребуется больше, если они еще не привыкли это делать. Бог стал приходить ко мне. Когда вы приезжаете на конференцию или погружаетесь в поклонение вместе с телом Христовым, вы так сильно ощущаете Бога и Его атмосферу. Бог стал таким же образом приходить ко мне во время моего молитвенного часа. А я просто плакала перед Ним. Он омывал мою душу, убирал из меня все лишнее, например, гордость, идолопоклонство, зависть, ревность. Во мне было столько грязи, но Бог омывал меня Своим Словом. Я читала Библию, и Он омывал меня Своим Словом Рэма. В такое время я ощущала Его совсем рядом, близко. Я слышала Его голос. Он тренировал мои уши слышать Его спокойный, тихий голос. Это очень важно. Это не оглушающий голос извне. Это свидетельство Святого Духа. Сейчас я стала очень чувствительной к свидетельству Святого Духа, что куда бы я ни направлялась во внешнем мире, я подчиняюсь Ему и слышу Его голос или побуждение, которое Он мне дает. И сразу следую этому. Опять же, все начинается с поклонения. Вы могли бы сейчас посмотреть прямо в камеру и помолиться, чтобы мы слышали голос Бога, и чтобы стали настоящими поклонниками Бога. И еще помолитесь, чтобы те, кто заболел коронавирусом, исцелились. Хорошо. Конечно. Я молюсь за каждого нашего зрителя. Я благодарю Тебя, Отец, за каждого человека. Господь, благодарю Тебя за всех зрителей. Я молюсь, чтобы Ты послал Своего Духа Святого. Я прошу Тебя, Бог, помажь их уши и глаза, чтобы они видели и слышали, что говорит им Дух. Я прошу Тебя помазать их на сны и видения, чтобы ночью они видели сны, а днем видели видения. Я молюсь, чтобы Ты привел их навстречу с Тобой, чтобы Ты направлял их пути. Научи их, как нужно молиться. Научи их понимать все то, что Ты им показываешь. Я молюсь, чтобы они действительно действовали во всей полноте Божьей власти, как цари и священники, чтобы они действовали с Тобой заодно во все свои дни. Благодарю Тебя, что это их лучшее время. Бог, введи их в атмосферу Своей красоты, в атмосферу Своей власти над болезнями и немощами. Я благодарю Тебя, что никакой страх к ним не приблизится, пока они действуют с Твоей властью, как священники. Господь, я молюсь сейчас за каждого, кто слышит мой голос. Если у вас коронавирус, если вы больны, прямо сейчас, во имя Иисуса, я связываю тот страх, который связан с этим вирусом, и приказываю ему уйти прямо сейчас, во имя Иисуса. Дух Святой, я прошу Тебя заполнить сейчас своим миром легкие этих людей и структуру их клеток. Я прошу Тебя, чтобы сейчас в их клетке вернулась крепость и жизненная сила. Я молюсь, чтобы ветер Бога и дыхание Бога коснулись сейчас ваших легких во имя Иисуса. Пусть ваши легкие наполняются исцеляющей силой и помазанием Духа Святого, чтобы вы снова могли дышать. Я приказываю всякой физической боли покинуть ваше тело. Пусть лихорадка покинет ваше тело. Я провозглашаю над вами жизнь и воскресение. Вы поднимаетесь над болезнью и возвращаетесь к жизни. Во имя Иисуса. Будьте благословенны. Аминь. Да будет так. Аминь. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самому создать в себе самому одному новому человеку. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Вы устали от негативных обстоятельств, ограничений и тупиков? Ваша жизнь идет в направлении противоположным Божьим обещаниям? Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно». Я хочу активизировать вас, чистую силу Божию. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к Вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота.